В наших выпусках мы уже анонсировали приезд в Твери популярных ведущих шоу «Русские перцы», которое разбудили слушателей русского радио в прямом эфире из Твери. Сразу же в день приезда Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов посмотрели Твери, даже побывали в «Мармеладной сказке». Подробности в эксклюзивном сюжете нашего корреспондента Натальи Чекет. Всем привет! Это мы, «Русские перцы», Полина Жукова, Антон Юрьев, Дима Морозов. Мы в Твери приехали. Наконец-таки у вас замечательная погода. Сейчас пойдем гулять. И действительно не успели сойти с поезда, ведущие сразу отправились осматривать столицу Верхней Волжи. А чтобы лучше рассмотреть Тверь, Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов поднялись на обзорную площадку ресторана «Панорама». Мы с ладусики. Затем звездные ведущие снова отправились в путь посмотреть и узнать, как готовят натуральный мармелад. В мармеладной сказке в Лихославле гостей встретили с блинами, песнями и танцами. После бодрого приветствия русским перцам устроили экскурсию по музею мармелада. Гостей ждала увлекательная история о появлении мармелада и ответ на вопрос, почему в Лихославле возвели шотландский замок. Там придумали мармелад. Только не мармелад, а джем. Джем, это и есть жидкий мармелад. После вводной части всех ждала практическая. А именно украшение мармелада с сахарной глазурью разных цветов. Так как это мармеладная сказка, инструктаж по украшению проводила сама Баба Яга. Надавили на мешочек, пошла глазурь, перестали давить. Убираем мешочек. И шарик-фонарик готов. О, игрушка моя. Конечно. Праздник-то продолжается. Весна-то еще не пришла. Бабуленька. Можно ее сразу скушать. Можно? Ну что, приступаем к работе? Бабушка, ну за здоровье. Да, за здоровье. За здоровье. Кушаем. Мешочков у меня немного. Не снимется. Будем работать по очереди. Блин. Обязательно до каждого из вас. У каждого получилась своя уникальная и неповторимая елочка. А специально для ведущих русского радио в «Мармеладной сказке» подготовили особенное угощение. Мармелад с натуральным перцем в виде розочек. Посмотрите, здесь мармеладки в виде розочек, эксклюзивной ручной работы. И когда весь мармелад и блины были съедены, а чай выпьет, настала пора возвращаться обратно в Тверь. Ведь у ведущих осталась еще одна важная миссия – вручить подарок от русского радио. Радиослушательница из областной столицы, которая выиграла его в одном из эфиров. Наташа, вообще ожидали, что такие? Нет. Что сегодня будет именно такая доставка? Нет, не ожидала. На следующий день свое утреннее шоу «Русские перцы» начали с впечатлений от областной столицы. А студией для Антона Юрьева, Полины Жуковой и Димы Морозова стал ресторан «Панорама» с видом на всю Тверь. Давайте, дорогие друзья, вы отгадаете, с каким вкусом мы вчера продегустировали мармелад. Ну как продегустировали? Ребята смотрели, поскольку они следят за фигурой, а я слежу за их фигурой, поэтому я их спас. Значит, со смородиной мармелад был? Был. Был, да. Значит, с апельсином мармелад был? Был. Значит, с клюквой мармелад был? Мне до 11 я могу перечислять. Вот, с шишками мармелад был. И самое главное, ребята, мы вчера узнали, из чего он производится. Нам, единственным русским перцем, открыли секрет. Юрьев, Жукова и Морозов вышли в эфир на целых 4 часа с 7 до 11 утра. Слушателей ждало бодрящее шоу, а гостем студии, открывающим вместе с перцами сезон путешествий, стал певец Айван с презентацией новой песни. Русские перцы на русском радио вещаем сегодня не из Москвы, из славного города Тверь. Мы на 22 этапе уже находимся здесь. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут, и мы привезли вам подарок. Смекалка, талант, вот и всё это Айва! Привет, друзья! Русским перцам так понравилась столица Верхневолжья, что они обещали обязательно вернуться. У меня Тверь ассоциируется с таким классным гостеприимством, которого мы ещё нигде не встречали. Какой ты типичный. Ну мы даже вещаем в ресторане. Да, естественно. И погода солнечная, как по заказу. Вещаем в ресторане, мы в ресторане не вещаем, мы здесь кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Это русские перцы, мы обожаем Тверь, мы вернёмся сюда неоднократно. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев, любви вам, бабла и приключений. Пока! Пока!